Добрый день, уважаемые читатели Научной России! Сегодня мы ведем беседу с доктором экономических наук, член-корреспондентом РАН, заместителем директора Института народно-хозяйственного прогнозирования Александром Шировым. Добрый день, Александр Александрович! Здравствуйте! Александр Александрович, расскажите мне и нашим читателям, как делаются прогнозы по поводу влияния коронавируса на экономику во время эпидемии? На самом деле понятно, что мы имеем дело с социальным кризисом, и поэтому наши традиционные подходы к анализу экономической динамики в период таких конъюнктурных, обычных экономических кризисов, они претерпели некоторые изменения. Конечно, большое значение играет медицинская ситуация. То есть это количество заболевших, это нагрузка на систему здравоохранения. И если мы говорим про влияние на экономику, то это, конечно, карантинные меры, которые принимаются и нашим правительством, и правительством в других странах. И фактически это целое закрытие секторов экономики, секторов услуг, части промышленности, строительства. И, безусловно, все это негативно отражается на уровне жизни, благосостоянии, доходах, в том числе доходах населения. И уникальность состоит в том, что, конечно, такого криза, такого типа мы, в общем, все не помним. Поэтому наши традиционные подходы должны сочетаться с какими-то новыми методами, новыми методиками, новыми моделями, которые уже увязывают между собой медицину, экономику, другие сферы жизни. И в этом, безусловно, особенность. А можно ли сказать, что мир погружается в самые глубокие со времен Великой депрессии 1930-х годов кризис? Ну, во-первых, если мы говорим о прогнозировании, то нужно понимать, что будущего, реального будущего не знает никто, к сожалению. И экономисты, и другие люди, которые пытаются заниматься прогнозированием, они лишь оценивают последствия тех или иных действий или бездействий экономических властей, той или иной ситуации, которая складывается на рынках. Так вот, нужно понимать, что по сравнению с тем, что было в период Великой депрессии, сейчас многократно увеличивались возможности государства, правительств по влиянию на экономическую ситуацию. Многократно возросла скорость передачи информации. Вот эти все цифровые IT-технологии, на самом деле, они позволяют более гибко управлять экономикой. И, конечно, я думаю, что вот эти все возможности, которые сейчас существуют, они позволят нам выйти из этого кризиса гораздо быстрее, чем это произошло в реальности в период Великой депрессии. То есть мне кажется, что речь идет не о таком вот глобальном кризисе, который полностью изменит экономику, а речь идет о том, что, да, последствия тяжелые, да, мы их будем разгребать один, два, может быть, три года, но в целом мировая экономика выйдет из этого кризиса достаточно быстро. А вот как быстро восстановится мировая экономика от кризисов, которые возгнала пандемия? Ну, понятно, что есть секторы экономики, которые будут восстанавливаться довольно долго, это и туризм, и транспорт, но в целом вот промышленность, те кооперационные связи, которые существовали, они восстанавливаются довольно быстро. Вот мы видим, например, в Китае, что промышленная производственная деятельность, она восстанавливается довольно эффективно. Вот в сфере услуг есть некоторые проблемы, да, потому что тот шок спроса, который произошел, то есть когда люди массово потеряли доходы, и кроме того, повысилась там боязнь заболеть, эпидемия и так далее, вот это все очень сильно влияет на поведение населения. Вот здесь есть определенные сдвиги, изменения, которые будут влиять на мировую экономику. Но, если говорить глобально, вот перед кризисом все исходили из того, что мировая экономика будет сдвигаться в область постепенной регионализации, то есть отхода от таких вот глобальных цепочек довольной стоимости и формирования отдельных крупных региональных групп стран. Это значит, что мировой экспорт в ближайшее время все равно так или иначе оказался бы под давлением. И в конечном счете, если мы говорим про экономику нашей страны, то по нашим оценкам период выставления внутреннего продукта, то есть ключевого агрегатора, который отслеживает состояние экономики, это где-то примерно три года. А вот что касается доходов населения и инвестиций, здесь ситуация может быть менее благоприятной. То есть вот если рассматривать такой инерционный сценарий, то это может быть до пяти лет. Поэтому вот необходимость возникает в некоторой активной экономической политике, которая бы позволила нам как можно быстрее выйти из этого кризиса, потому что ни одна из тех задач, которые стоят перед экономикой и стояли перед экономикой до кризиса, она в общем с поездки дня не снимается. То есть эти задачи нужно решать, а для этого нужно как можно быстрее преодолеть последствия того кризиса, в котором мы сейчас находимся. А стоит ли мировая экономика на пороге глубокой рецессии? Фактически она в ней уже находится, да, то есть если говорить формально, там два квартала с отрицательной экономической динамикой, это и есть в общем рецессия такая, значит большинство стран, крупнейших стран в мировой экономике по-видимому будут иметь 2-3 квартала провальных, в том числе российская экономика. Соответственно, рецессия есть, вопрос выхода из этой рецессии. То есть вот если для большинства стран, и в том числе для крупных развивающихся стран, таких, например, как Китай, все похожи на такое быстрое восстановление, то вот для России есть некоторые развилки, которые связаны, во-первых, с тем, что кроме вот этого пандемийного кризиса, есть еще и кризис цен на мировых товарных рынках. Ну и самое главное, что вот в результате того, что сейчас мы, по-видимому, потратим значительный объем тех резервов, которые есть у нас в фонде национального благосостояния, там других источников такого резервирования, возникнет вопрос о том, как жить дальше. То есть дальше может быть политика, попытка, так сказать, разогнать экономику за счет дополнительных мер поддержки и более дефицитного бюджета, либо возвращение политики такой вот макрофинансовой стабилизации. Вот во втором случае, на мой взгляд, произойдет переход вот этого вот, так сказать, этого спада в такую медленно ползущую стагнацию, которую мы, в общем, видели в период 15-го, 16-го, 17-го, 18-го годов. А как вы относитесь к таким цифрам, что из-за пандемии коронавируса и ее последствия в ВВП России может упасть на 10 и даже 20 процентов? Я считаю, что эти цифры являются чрезмерными. Вообще, в принципе, если вот посмотреть на те прогнозы, которые делают коллеги, различные экспертные группы в России, в том числе Министерстве экономического развития, то диапазон возможного изменения темпов роста ВВП в этом 2020 году составляет примерно от минус 5 до минус 6 процентов. Вот я думаю, примерно так оно и будет. Разница, вот этот процентный пункт, про который мы говорим, это на самом деле, насколько быстро будет восстанавливаться экономика в четвертом квартале текущего года. В принципе, ясно, что вот такой длительный период карантина накопил отложенный спрос, в том числе у высокодоходных групп населения, у которых есть ресурсы финансовые. И в принципе, если этот спрос будет предъявлен там в четвертом квартале текущего года, там может начаться вот это вот ускоренное восстановление, и, соответственно, цифры падения ВВП будут менее существенными. Но если этого не произойдет, соответственно, тогда восстановление, активное восстановление экономики перенесется на начало 2021 года, а, соответственно, по итогам 2020-го мы получим спад примерно в 6 процентов. Эксперты Центробанка прогнозируют, что наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику, возможно, составит около двух кварталов. Согласны ли вы с этим? Да, я с этим согласен. Тут в чем история? Что, в принципе, влияние кризиса на экономику определяется длительностью карантинных мер. Значит, вроде бы из всех наших расчетов, которые мы делали за последние недели, месяцы, мы исходим из того, что экономика таких крупных стран, как Россия, Китай, Европейский союз, Соединенные Штаты, не может себе позволить длительного карантина, ну то есть карантина, который превышает в своей длительности более двух месяцев. Потому что там начинаются проблемы уже финансового характера, которые, значит, погасить гораздо труднее, чем, значит, любые социальные или, так сказать, производственные проблемы. Так вот, вот этот вот двухнедельный, двухмесячный период карантина, он и предполагает, значит, резкий провал в том квартале, где карантин вводится. То есть это вот, если в российской ситуации, то это второй квартал. То есть, по-видимому, во втором квартале падение ВОП будет двузначным, да, по отношению к год предыдущему году. А вот в следующем квартале, после этого, то есть в третьем вот для России, то есть это начиная с июля месяца, мы получим, по-видимому, тоже отрицательную динамику, потому что экономика вещь чрезвычайно инвентационная. То есть вот эти вот процессы, оборот капитала, который идет в экономике, он, значит, развивается постепенно. И для того, чтобы экономику разогнать, чтобы она вышла опять вот на такие-то приемлемые, значит, темпы экономического роста, требуется время. Вот. Поэтому третий квартал с высокой вероятностью тоже будет отрицательным. Ну и по нашим оценкам, на самом деле, вот этой инерции не хватит даже для того, чтобы получить положительную динамику ВОП в четвертом квартале, то есть в конце 2020 года. Скорее всего, там динамика тоже будет отрицательной. И реальное восстановление, по нашим оценкам, начнется с первого квартала 2021 года. По оценкам аналитиков, потребуется до пяти лет на полное восстановление авиационной отрасли. И многие авиакомпании будут разорены. Так ли это? Ну да, с высокой вероятностью у нас авиационный транспорт вместе с туризмом, кстати говоря, да, и культурно-массовыми мероприятиями будет замыкать вот эту вереницу постепенного открытия секторов экономики. И, соответственно, последствия со стороны кризиса для этого сектора экономики будут наиболее существенными. Здесь вот что важно понимать, что, к сожалению, транспорт авиационный, в том числе и туризм, являются в некотором смысле заложниками вот этой политики карантинных мероприятий. Потому что ведь для чего вводится карантин? На самом деле избежать роста заражения, по-видимому, уже невозможно. То есть на самом деле ясно, что, значит, люди будут заражаться, люди будут болеть в той иной степени. И вот карантинные мероприятия, они позволяют нам сгладить нагрузку на систему здравоохранения. Вот это их главная задача. Но когда мы начинаем открывать сектора экономики, безусловно, риск заболеваемости увеличится, потому что мы выпускаем на рынок дополнительный объем работников, которые общаются, ездят на транспорт, ну и так далее. И вот задача стоит в том, чтобы открывать эти сектора экономики так плавно, чтобы вот этой вот массовой нагрузки на систему здравоохранения опять не возникло. И вот в этой связи, конечно, авиационный транспорт и такие массовые переезды, переезды, перемещения, значит, граждан внутри страны, и в том числе, значит, в курортные зоны, ну там, если мы говорим про Россию, то это Крым и, значит, Северный Кавказ, то это, значит, конечно, ситуация, которая, с одной стороны, объясняется, значит, еще раз, вот нашей борьбой за то, чтобы число заболевших было бы приемлемым, как это не цинично звучит, а с другой стороны тем, что, значит, вот эти вот секторы экономики требуют дополнительных мер поддержки, потому что ясно, что если курортный сезон там или половина курортного сезона не состоится, если авиационные перевозки не восстановятся хотя бы там до уровня 30, минус 30 процентов от прошлого года, то требуется прямая государственная поддержка. Те страны, которые такую поддержку будут оказывать, свои авиакомпании сохранят, а вот частные, небольшие, лоукостеры, они, конечно, сейчас будут в очень тяжелом положении. И вот мне кажется, что вот если говорить про изменения, которые могут возникнуть в экономике, то вот эта вот структура воздушного транспорта, не только воздушного, вообще вот всех транспортных услуг, которые была до сих пор, она, конечно, претерпит определенные изменения, увеличение доли вот государства в этих, в этом сегменте экономики, ну и так далее. Около 60 миллионов человек в мире могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении президента Всемирного банка. Насколько эта цифра соответствует реальности? Ну, если мы говорим про экономику мира в целом, то эти цифры по-видимому близки к реальности. Другой разговор, что значит это же цифра в некотором моменте. Понятно, что если экономика начинает довольно быстро восстанавливаться, то вот эта вот проблема безработицы, она, так сказать, так или иначе будет рассасываться, так сказать, она будет не такой значимой. Вот если экономика попадает в ситуацию стагнации длительной, то тогда, конечно, да, вот этот фактор станет значимым. И, значит, я так понимаю, что различные правительства различных стран мира пытаются, значит, этому противопоставить какую-то политику и в области занятости, и в области, значит, создания новых рабочих мест, и в области, значит, увеличения спроса на продукцию тех предприятий, которые эти рабочие места создают, ну и так далее. Если мы говорим про Россию, то изначально мы оценивали то число российских граждан, которые потенциально могут быть, стать безработными, ну там где-то в районе 4-6 миллионов человек. Понятно, что это потенциал. Ясно, что правительство приняло массу мер по поводу того, чтобы помочь тем предприятиям, которые готовы сохранить занятость. И это все сработает. Но все равно некоторая нагрузка на систему, значит, социального обеспечения есть, она уже, значит, ощущается и в Москве, и в других регионах. И, конечно, социальный фактор в данном кризисе будет ключевым, потому что, значит, кроме того, что, значит, вот люди там потенциали работу так или иначе, все же пошло от прямых действий государства. Государство запретило деятельность тех или иных секторов экономики оставило значительную часть работников без, значит, ну, той деятельности, которая обеспечила им доходы. И я так еще раз понимаю, что у правительств не только России, но и других стран есть, значит, мнение, что, ну, каким-то образом это надо компенсировать. И такие действия ведутся. На фоне массового перехода к цифровым технологиям из-за глобального карантина произошел толчок цифровизации. Перерастет ли этот толчок в четвертую индустриальную революцию? Вот когда мы говорим о цифровизации, я всегда делю этот сюжет на эффекты для развитых развивающихся стран. Понятно, что у нас есть страны, которые обладают, развитые, прежде всего, которые обладают компетенциями и лидерством в разработке цифровых технологий. Ну, сюда еще можно Китай там условно присоединить. Так вот, беда состоит в том, что если все будет так развиваться, как развивается, и в том числе и для России, то от цифровых технологий может появиться не только дополнительный плюс экономического развития и там дополнительные экономические эффекты, но и определенные негативные факторы, в том числе вот для стран, которые находятся в стадии развития, которые находятся в стадии модернизации производства, которые нуждаются в некоторых, так сказать, толчках по ускорению экономической динамики. Ведь что такое цифровые технологии? Прежде всего, цифровые технологии – это технологии, которые позволяют снизить производственные издержки. Они позволяют снизить издержки на транспорт, на логистику, на другие какие-то виды услуг и, в конечном счете, сделать бизнес более эффективным. Так вот, если мы посмотрим на российский рынок, то эффективным цифровые технологии делают не просто всю экономику в целом, они делают эффективными и более доступными для потребителей отдельные группы товаров. Значит, наша экономика, к сожалению, пока еще находится в стадии технологической модернизации, и у нас значительная часть технологий, они или не конкурентоспособны, или устаревшие, или не представлены полными цепочками создания добавленной стоимости. Мы очень зависим от импорта. Так вот, если цифровые технологии придут в экономику просто так, вот как таковые, то, скорее всего, это приведет к тому, что мы просто увеличим нашу зависимость и от импортных технологий, в том числе цифровых, и от импортных продуктов. Значит, нормальной стратегией развития цифровых технологий является их взаимодействие с реальным сектором. То есть мы должны одновременно модернизировать наш реальный сектор, формировать его большую конкурентоспособность, прежде всего, в промышленности, и, соответственно, насыщать эти предприятия, компании этими самыми цифровыми. Тогда эти цифровые платформы, которые создаются, будут эффективны. В противном случае мы получим историю, когда все больше и больше эксперимента нашего внутреннего рынка будут просто замещаться импортом, и это будет происходить естественным образом, потому что те платформы цифровые, которые будут удобными, хорошими, качественными и эффективными, они, прежде всего, будут торговать эффективными товарами, конкурентоспособными. То есть таким товарами, которые в значительной стране, в значительной части нашей стране не производятся. Вот в этом есть определенный риск. Но, безусловно, за цифровыми технологиями существенное будущее, и это один из фактов развития экономики в ближайшие десятилетия. А что еще может поменяться в среднесрочных приоритетах в связи с пандемией? Ну, понятно, что если мы говорим про среднесрочные приоритеты, то у нас есть такой ключевой инструмент экономической политики, который был введен в практику после 2017 года, это национальные проекты. Значит, национальные проекты – это, в принципе, механизмы достижения отдельных целей, которые стоят перед экономикой, при помощи точечных вливаний, бюджетных вливаний в те иные направления деятельности. Так вот, конечно, в результате пандемии возникает необходимость некоторой интенсификации деятельности в рамках национальных проектов, ускорение, значит, их реализации и некоторое перформатирование расходов. То есть, на самом деле, если раньше они так были более-менее равномерно размазаны между отдельными направлениями и, допустим, между увеличением спроса и увеличением доходов тех людей, которые работают в этих направлениях, и, соответственно, инвестициями, то сейчас, конечно, возникает большая необходимость в том, чтобы переформатировать инвестиции таким образом, чтобы они работали на те секторы экономики, которые имеют потенциал быстрого роста. Это значит, что такие инвестиционные проекты должны разрабатываться прежде всего в таких отраслях, как биоинженерия, фармацевтика, радиоэлектроника. То есть, там, где есть некоторые заделы и где существует высокий потенциал внутреннего спроса. Еще очень важно, что у нас есть какие-то конкурентоспособные конечные производства, но вот поставка комплектующих, запасных частей для них, к сожалению, происходит с определенными проблемами или вообще эти ниши занимает импорт. Так вот, реализация программ по развитию таких производств, которые удлиняют цепочки добавленной стоимости, создают меньшую зависимость от импорта материалов комплектующих, вот это тоже важное направление, которое позволит экономике развиваться более активно. Ну и, наконец, понятно, что вот та экономическая динамика, которую мы хотели бы видеть, и с учетом тех проблем, которые мы сейчас имеем в экономике, она требует некоторое переформатирование механизмов финансирования экономического роста, в том числе и государственного финансирования. То есть, конечно, речь идет и о том, чтобы подумать о разумных параметрах дефицита бюджета и механизмах финансирования этого дефицита. И, во-вторых, конечно, речь идет о том, что те механизмы бюджетного правила, которые мы сейчас имеем, должны в некоторой степени быть смягчены. Пусть временно, но некоторый импульс экономики, безусловно, придать сейчас может только государству. Потому что, в противном случае, частный бизнес будет реагировать на вот это вот медленное восстановление, и процесс может сильно затянуться. То есть, сейчас у государства, безусловно, должна быть лидирующая роль. А послужит ли пандемия триггером для протекционизма и запущен ли процесс деглобализации? На мой взгляд, процесс деглобализации, ну, это такое очень высокие слова, да, но на самом деле вот этот регионализм, про который я говорил, регионализация мировой экономики, безусловно, этот процесс был запущен. Если мы посмотрим на торговые войны, которые ввели США и Китай, в девятнадцатом, восемнадцатом году, то мы можем отметить, что это сильно отразилось на параметрах мировой экономики. То есть, мировая экономика потеряла за счет этого, по нашим оценкам, примерно полпроцентного пункта роста в девятнадцатом году. Вот, это довольно много. То есть, на самом деле, вот эти вот процессы уже идут. Вопрос в том, насколько вот эта пандемия, которую мы сейчас наблюдаем, ускорит всю эту историю с сворачиванием вот этих вот глобальных процессов. Я думаю, что, на самом деле, какого-то быстрого сворачивания международных операций не будет. Это будет такой плавный процесс, но он будет отражаться на российской экономике. Потому что, еще раз, если мы говорим о том, что постепенно будет брать верх регионализация, это значит, что экспорт мировой будет расти медленнее, чем мировой ВВП. А в этих условиях это означает, что и на российский экспорт будут накладываться дополнительные ограничения. То есть, мы и так имеем ограничения, связанные с ценами на мировых товарных рынках. Так вот, на это могут наложиться еще и проблемы с долгосрочной проблемой, с спросом, физическим спросом на отдельные виды сырьевых ресурсов, которые экспортирует Россия. И вот такой заключительный вопрос. На ваш взгляд, какой главный урок необходимо вынести после пандемии? Ну, я бы сказал, что один из главных уроков, который мы выносим, состоит в том, что человеческая жизнь сейчас стоит действительно очень дорого. И все правительства всех стран, они готовы пойти на то, чтобы, значит, хотя бы в течение некоторого периода времени, ну, там, как мы говорим, одного или двух месяцев, пытаться, значит, за счет экономики спасать человеческие жизни. И это, значит, очень важно, потому что действительно такой уникальный пример мировой практики, когда бы так вот массово, по медицинским соображениям, закрывались бы целые сектора практически во всем мировом хозяйстве. Это первое. Второе, что при выходе из кризиса страны не жалеют средств, потому что они понимают, что в современной экономике попытка каким-то незначительными объемами ресурсов парировать столь значительный спад экономической активности, конечно, значит, она приведет к неудаче. И в этой связи, значит, вот пример развитых стран, развивающихся стран, в том числе и России, которые формируют беспрецедентные пакеты поддержки экономики, говорят о том, что экономическая политика в современных условиях стала очень-очень гибкой. То есть нет никаких табу, и в принципе главным результатом должно быть или восстановление экономической активности и, так сказать, улучшение уровня жизни людей, либо, значит, какие-то другие эффекты, которые, опять же, прежде всего связаны с социальной политикой. Ну и еще, конечно, мы должны сказать, что с точки зрения вот анализа, прогнозирования вот этой ситуации, которая сейчас сложилась, это, конечно, уникальный пример, когда могут формироваться вот такие вот группы междисциплинарных исследований, в которых медики, физики, математики, экономисты, социологи способны формировать и модельные конструкции, то есть расчетные конструкции, и некоторые предложения, в том числе в области экономической политики, социальной политики, которые являются востребованными экономическими властями, потому что, значит, нельзя на эту ситуацию смотреть с какой-то одной точки зрения. То есть вот мы получили кризис, когда, значит, одного взгляда экономистов на ситуацию уже недостаточно, уже требуется специалистов в других властях. И, конечно, значит, было у всех много ошибок, потому что такого кризиса, опять же, мы не предполагали. Но, с другой стороны, наработан такой значительный опыт, который, в принципе, может быть востребован в самых различных ситуациях, при самых различных кризисных явлениях. Александр Александрович, спасибо вам большое за интересную беседу и за участие. Спасибо. Спасибо.